Здравствуйте! В эфире телеканала «Карибус» служба новостей. В студии для вас работает Олеся Хитагурова и сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В парке установят новую японскую беседку. Об этом рассказал журналистом мэр Магадана Юрий Гришан на еженедельном брифинге. Старую снесли два года назад. Примечательно, что разрабатывать проект новой будут в Японии. Там же ее сконструируют. Договоренность об этом была достигнута в рамках визита заместителя генерального консула Японии во Владивостоке. Прошедшая неделя и начало этой ознаменовались сразу несколькими дорожно-транспортными происшествиями, пострадали в которых фонарные столбы и линии электропередач. В ночь с воскресенья на понедельник по дороге в морской торговый порт сошел оползень. Кусок земли с камнями и песком массой в несколько десятков килограмм не просто перекрыл движение, но и оставил торговый порт без света. Режим чрезвычайной ситуации сохраняется до сих пор. Есть опасность схода еще одной глыбы массой в несколько тонн. Утром понедельника эвакуатор с выпущенной верх стрелой задел линии электропередач на пересечении улиц Карла Маркса и Держинского. В результате чего на земле оказались сразу пять фонарных столбов и четыре светофора. Ремонт обойдется в сотни тысяч рублей. Мэр Магадана отметил, что ежегодно по вине автолюбителей сбитыми оказываются от 70 до 120 столбов. Установка каждого из них обходится бюджету в 80 тысяч рублей. Центральной темой брифинга стало заседание комитета по социальной политике Магаданской областной думы. На нем обсуждали законопроект, предусматривающий перераспределение полномочий по организации деятельности библиотек. Эта тема вызвала жаркие споры. С подробностями Виталий Моряков. Авторы документа предложили изъять у муниципалитетов полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности книжных фондов. Вместе с обязанностью содержания библиотек муниципальные органы власти потеряют и соответствующее финансирование. Исполняющая обязанности министра культуры и туризма Магаданской области Вероника Чернова в своем докладе отметила. Перераспределение указанных полномочий позволит реализовать единую государственную политику в сфере библиотечного дела на территории Магаданской области. Перераспределение по решению вопросов местного значения по организации библиотечного обслуживания населения между органами местного самоуправления городских округов и органами госвласти Магаданской области и закрепление техполномочий за уполномоченным правительством Магаданской области исполнителем органов госвласти специальной компетенции создает условия для эффективной реализации единой политики и единого порядка осуществления полномочий на всей территории Магаданской области. Первый заместитель председателя Магаданской областной думы Александр Басанский внес предложение по доработке законопроекта. У меня предложение какое? То есть я считаю вопрос абсолютно неподготовленный, абсолютно непродуман. Мнение совершенно иное в районах и мнение надо слышать. Второе, если было запрошено мнение администрации районов и были разные данные отзывы, положительные и отрицательные, надо было сделать анализ. Анализ этот не сделанный. И все скороспево, что сейчас вносится на думу без участия губернатора, то есть я считаю это вообще неправильно. Удивление участников обсуждения вызвали ряд моментов, спешка с которой только что появившийся законопроект начинает рассматриваться в думе и желание ввести его в действие с 1 января 2017 года. Также отсутствие какого-либо обсуждения самой идеи по изъятию полномочий. Не спросили ни сотрудников библиотек, ни читательское сообщество, ни местную власть. Странным выглядит и то, что законопроект не предполагает увеличение финансирования библиотек, не на рубль, а как же развитие. Осталась непродуманной и система управления 39 библиотеками, которые хотят переподчинить. Меня не пустили в третью поликлинику на собрание на встречу с коллективом, потому что там делать мэру нечего, хочу сказать. Так решило Министерство здравоохранения. А некоторые товарищи пишут, что и в четвертой детской поликлинике тоже делать нечего, ибо это полномочия субъекта Российской Федерации. Поэтому с каждым словом, который и мимо библиотеки будем ходить, а потом мимо клуба будем ходить, и мимо концертных программ и лица у нас не будет, у нас будет Ее Величество Колыма, которую мы тоже уважаем, но есть и деревня, есть и поселок, есть и городок и так далее. Поэтому это, пожалуйста, нашего лица не решайте. Парламентарии решили направить проект закона на рассмотрение в первом чтении с последующей доработкой, чтобы у всех депутатов и губернатора Магаданской области была возможность высказать свою позицию и выработать правильное решение. А 19 октября состоится заседание общественной палаты города Магадана, на котором активисты дадут старт общественному обсуждению этой спорной инициативы. Виталий Моряков, Константин Чухров, специально для службы новостей. А сейчас мы представляем новый проект нашей информационной службы «Мировые новости». Обозреватель Анна Корнетова будет рассказывать о самых важных событиях в стране и за рубежом. Аня, поздравляем с премьерой, мы тебя слушаем. Спасибо, Олеся. В мире действительно происходит много интересного. По данным агентства ТАСС, на дне Каспии обнаружили корабли Петра Первого. У берегов Дербента дайверы исследуют сюда времен персидского похода. Власти Австрии снесут дом, где родился Гитлер, в силу того, что объект не представляет ценности как памятник. А в следующем году российским ученым выделят дополнительно 3,5 миллиарда рублей на наиболее перспективные направления, требующие дополнительного финансирования. В Украине требуют отказаться от использования русского языка и коммунистических названий в аэропортах. На этом у нас все. И помните, новости ближе, чем вы думаете. Вернемся к местным новостям. Одним из знаменательных событий, прошедших выходных, стал праздник посвящения в первоклассники учащихся творческих объединений города. В муниципальном центре культуры для новобранцев организовали праздничный концерт, в котором приняли участие ученики пяти детских школ искусств. В финале торжественного мероприятия первоклассники дали клятву, что будут усердно, старательно учиться и осваивать мир прекрасных наук. Праздник, посвященный началу творческого пути юных музыкантов, танцоров и художников, уже стал традиционным. Раньше он проводился в общеобразовательных школах, но по инициативе директоров с 2004 года проходит в центре культуры. Несмотря на многолетнюю историю этого яркого события, подготовка к нему каждый год волнительна, особенно для первоклассников. Я давно хотела пойти в школу, потому что там учат писать и читать. А вот сегодняшний день для тебя особенно важен чем? Мне этот день важен тем, что сегодня посвящение всех первоклассников. Японское кино в Магадане на этот раз открылось премьерой фильма «Булочки счастья». На протяжении двух дней магаданцы могли наслаждаться не только художественными картинами, но и искусством аниме. На открытие фестиваля приехал заместитель генерального консула Японии во Владивостоке Киоми Миягава. Эксклюзивное интервью с ним и подробности о кинофестивале в нашем следующем сюжете. В Магадане фестиваль японского кино проходит уже не в первый раз и всегда пользуется популярностью. Ведь красочность и неординарность восточного кинематографа привлекает колымчан, а на каждом показе в зале практически полный аншлаг. Для города Магадана и для кинотеатра «Горняк» это уже десятый по счету кинофестиваль, который проходит в нашем кинотеатре. В России японский кинофестиваль фильмов идет 50-м, юбилейным. На открытии фестиваля зрителей приветствовал заместитель генерального консула Японии во Владивостоке Киоми Миягава и мэр города Юрий Гришан. Показ начался с премьеры фильма с интересным и необычным названием «Булочки счастья». После его просмотра представитель Японии рассказал об особенностях национального кино. В японских фильмах тоже есть различные сюжеты, как у вас. Но сейчас я думаю, что они показывают более радостный характер и эти фильмы имеют большой юмор в себе. Меня удивляет то, что сейчас во всем мире японские мультфильмы воспользуются большой популярностью. Это в Европе, в Америке, в России, в Азии. Два дня продлился фестиваль японского киноискусства в столице Колымы. За это время магаданцы и гости города смогли посредством кинематографа присоединиться к традициям, обычаям и культурной жизни страны восходящего солнца. Анна Корнетова, Константин Чухров, специально для службы новостей. В Магадане воспитанники студии спортивных бальных танцев «Модест» прошли мастер-класс у одного из самых лучших танцоров России, победителя и призера нескольких чемпионатов страны Александра Шмонина. Результат такой подготовки – первое место колымской пары на всероссийских соревнованиях. Подробнее расскажет Тамара Кушнир. За каждым движением и жестом многочасовые ежедневные тренировки, работа до боли в мышцах и, как ни банально, до кровавых мозолей. И все для того, чтобы выйти на паркет, блистать и превратить танец в легкое, изящное искусство. Александр Шмонин – танцор М-класса, тренер. Музыке и движению посвятил всю жизнь. Накопленный опыт позволяет теперь не только быть лучшим на международном уровне, но и учить мастерству подрастающее поколение. «Что мне очень нравится, например, в Магадане, ну, это опять большая благодарность Анастасии за то, что, когда я приезжаю в новый раз, то вся информация, какие-то наработки, мой опыт, они отработаны. Потому что обычно иногда приезжаешь, даешь какую-то информацию и приезжая в следующий раз, видишь, что, ну, в общем-то, на ней не очень хорошо работали. Потому что любая информация требует отработки. Именно в этом клубе, в Магадане с этим нет никаких проблем. Я всегда приезжаю и вижу, что ту информацию, которую давал, она отработана». С Магаданом Александра связывают теплые и уже дружеские отношения. Под его наставничеством воспитанники студии спортивных бальных танцев «Модест» взлетели на новую высоту. «Ну и основной задачей – это, конечно, повышение уровня мастерства танцоров. То есть мы хотим, чтобы наши дети танцевали не хуже, чем в других регионах. И мы уже поднимаем наш уровень не только за счет того, что мы занимаемся, у нас плановые репетиции, тренировки, турнирная таблица, выездные турниры, но также сборы и семинарские уроки, которые мы проводим, привозя тренеров из Москвы». Бальные танцы для детей, как, впрочем, и для взрослых, спорт, требующий не только огромного физического, но и музыкального потенциала. Эти ребята только в начале своего танцевального пути. Они жадно ловят каждое слово наставника и усердно повторяют движение. Ну а пока малыши осваивают азы в раздевалке, своей тренировки ждут уже опытные спортсмены. Елизавета Крылова и Святослав Диканев – настоящие колымские самородки. «Год назад я поняла, когда меня поставили с моим партнером, он очень хороший, и мне как бы с ним удобно танцевать, поэтому я поняла, что танцы – это реально мое, что у меня получается много чего». Впереди у пары новые победы. Студия «Модес» зажигает звезды. Приезд Александра Шмонина в Магадан – не последний. Он уверен, у колымских танцоров большое будущее. Тамара Кушнир, Виталий Моряков. Специально для службы новостей. На этом у нас все. Смотрите телеканал «Карибу». Скоро будут новости. Редактор субтитров А.Семкин